Нина Васильевна показывает сообщение в телефоне. Первое об одобрении кредита, последующее о снятии средств со счета. Пенсионерке позвонили поздно вечером. Молодой человек представился сотрудникам банка и вызвался оградить ее от противоправных действий мошенников. Нина Васильевна, я вижу, что вы подали заявку на кредит. Если не вы, то это сделали мошенники. Вам срочно надо вернуть деньги в банк, иначе выплачивать кредит придется вашей семье. Вскоре на счет пенсионерки поступили денежные средства. Сумма оказалась немаленькой – 909 тысяч рублей. Женщина поспешила вернуть их обратно в банк. Он говорит, ну, а теперь их надо срочно вернуть в банк. Вы должны поехать в банк и эти деньги вернуть. Я говорю, как куда же я поеду, если все банки уже закрыты. Но есть банкоматы, которые работают, вы можете автоматически туда перечислить. Супруг пенсионерки был свидетелем происходящего и даже попытался остановить ее. Однако на тот момент женщина была уверена. Раз незнакомец не попросил никакой персональной информации, он действительно сотрудник банка. Давай, что-то тут нету, что-то тут нету. Ну вот, переупредил немножко. Отправив денежные средства на сторонние счета, супруги вернулись домой. Пенсионерка дозвонилась до банка, рассказала свою историю и услышала ответ, ставший для нее ударом на ближайшие пять лет. Именно столько женщине придется погашать кредит, ежемесячная сумма которого превышает размер ее пенсии. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что лучший способ защитить себя от противоправных действий злоумышленников – молчание. Если вам позвонили неизвестные и представились с сотрудниками банка – это мошенники. Немедленно прервите разговор и обратитесь лично в финансовое учреждение. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов.